Всем здорова! Для начала хочу сделать такую важную пометку, что я не отношусь к касте олдскульного гейминга, так как в детстве консолями как PlayStation 2, PlayStation 1, Dendy я не располагал. Хотя, я не сказал бы, что моя семья была прям какая-то бедная, просто предки когда-то решили, что игры мне не нужны. Однако это не значит, что с играми от той же PlayStation 1 я был не знаком. Как раз таки наоборот, во времена, когда еще было модно выходить почаще гулять, нынешнее поколение, честно, нахуело от того, что еще можно вытворять в этой жизни, у меня было много друзей, с кем я постоянно выходил гулять, и у некоторых из них так или иначе были разные развлекухи. У кого-то была Dendy, у кого-то Sega, и лишь у одного из них была PlayStation 1. Это был 2002 год. Мне тогда еще повезло, что наши родители друг друга хорошо знали, а потому прийти к ним в гости на чай или просто с друганом посмотреть какие-нибудь мультфильмы или поиграть в ту же консоль, особой проблемы для меня не было. У него была не самая большая коллекция игр, мы играли в Человека-паука, Крэш-Бандикута, иногда в Tekken, но моя самая любимая игра была Гарри Поттер. Причем не с тем самым упоротым переводом, о котором многие сейчас подумали. Гарри лелеял надежду, что его не выберут для дома Слиттерина в Грифоне. Не Слиттерин, так сказали, глаза хата. Да пошло оно все! Она оказалась полностью на английском языке, я это хорошо помню, но особо это не мешало мне в нее играть. И вот однажды я помню, друган уехал на лето к бабушке, у которой вообще не было никаких телевизоров, и решил я консоль попросить у него на лето. Он мне ее дал. Первую часть Гарри Поттера, я тогда помню, прошел примерно за месяц, потому что предки не разрешали мне долго в него играть из-за моих постоянных головных болей. И вот как раз примерно в этот самый период, когда игру я прошел, друган вернулся и забрал приставку. И, в принципе, все. На этом мой игровой опыт с PS1 закончился, не успев толком начаться. Я потом еще долго уговаривал родителей, чтобы они мне купили эту приставку, но они наотрез отказывались, обосновывая тем, что она стоила очень дорого, примерно от 4 до 5 тысяч рублей, при средней зарплате примерно в столько же. Это были пизданутые деньги на то время. Лишь только после 2010 года, когда появился у меня комп, узнал я тогда об эмуляторе, на котором можно было играть в эти же самые игры, даже с повышенным разрешением, но работала она у меня относительно хуево, постоянно вылетала, игры на нем зависали, в итоге она меня просто заебала, я ее удалил. И, кстати, раз уж тут зашла речь об эмуляторах, вы знали что-нибудь о такой бесплатной программе, как BlueStacks 4? Его преимущество заключается в том, что если вы не располагаете слишком мощным компьютером, вы можете запросто играть в игры, предназначенные для андроида. Например, в игру War & Magic. Причем вы не ставите какие-то левые архивы, скачанные не пойми откуда, тут происходит обычная авторизация через Google, и с помощью Play Market качаете либо платные, либо бесплатные приложения. Это крайне удобно, учитывая, если вы располагаете компом, который мощнее, чем ваш игровой смартфон, вы будете играть с более лучшей графикой и стабильной частотой кадров даже в полноэкранном режиме. И кроме того, тут поддерживается мультиоконный режим. Так, в одном окне вы можете строить крепости и обучать солдат, играя в War & Magic, а на другом окне проходить любую стороннюю игру. И я еще раз напомню, программа абсолютно бесплатная, качай и пользуйся. Ссылка под роликом. Первый, наверное, важный вопрос, как Sony вообще додумались до такой ахинеи, как переиздание самой первой своей консоли? Ответ-то по сути простой, это конкуренция. Всем известно, что производство миниатюрных консолей с предустановленной на ней играми, это все пошло с Nintendo. Сперва были NES Mini, потом с NES Mini, позже, по-моему, даже Sega делала миниатюрный вариант. И вроде все, больше ничего такого не выходило. Я на самом деле не очень сильно понимал смысл всего этого переиздания, так как на Авито при желании всегда можно было найти оригинальные консоли по цене дешевле миниатюрных версий. Да, возможно, пришлось бы заморочиться с поиском игр и переходников для передачи видео и звука, так как мало кто сейчас использует тюльпаны, у многих в основном HDMI входы. Но все-таки оригинальная консоль при желании позволяла играть в то, во что хочешь ты, а не то, что предлагает тебе издатель. Со стороны мне это реально казалось бредом. Я думал то, что Sony будет выше всего этого, но, блядь, видимо, я ошибался. Они оказались не то, чтобы на уровне своих конкурентов, а скорее даже ниже. Сейчас вы поймете почему. Первое, что реально заставляет разбить лоб от фейспалма, это цена. PlayStation Classic стоит 9000 рублей. На момент при заказе он, кстати, стоил 8, но потом цену подняли. Но все равно, что 8, что 9 тысяч, это чертовски завышенная цена. Особенно на фоне конкурентов. Вы скажете, возможно, что сравнение нелепое, но что игры для 16 битки, что игры для Соньки, как в Европе, так и на Западе, так и в Японии, они раньше стоили плюс-минус одинаково. Кстати, вот если так призадуматься, я не считаю продажу этой консоли прям уж каким-то диким наебалом, как сейчас многие думают, потому что реально пиздец мог случиться, если бы на момент при заказе люди вообще бы не знали, какие на ней стояли игры. А так как инфа была доступна аж за месяц до официального выхода, а следовательно никакого наеба тут практически нету. Но цена, блин, я не верю, что кто-нибудь для домашнего использования захочет это брать. Я ни слова не буду говорить про игры, что на ней стоят. Вы их сами прекрасно видите. Большую их часть до сегодняшнего момента я вообще в глаза даже не видел, кроме вот этих трех. Это Resident Evil, Rayman и Rainbow Six. Кстати, а вот Rayman меня реально затянул. Помню еще, когда я видел ее на Play Market на Android, но из-за упоротого сенсорного управления я так и не смог ее пройти. А тут прям залип и ничего так. Остальные игры я просто запускал чисто, чтобы их протестировать. И их качество, мягко говоря, удручает. Игры здесь проседают. И проседают местами порой очень жестко. И сильнее это заметно в играх, где есть 3D графика. Если это обычная 2D, с ней все нормально. Rayman так вообще в 60 кадров работает. Но запуская что-то пожирнее, начинается пиздец. Например, запустил я такой самую первую GTA, да, несмотря на мое презрение к Rockstar, их старые игры мне весьма заходили. Третья часть, Vice City, San Andreas, я вообще считаю их эталонами всей серии. Все, что выходило позже, это Sony наполнейшая. Несмотря на необычный стиль первых двух частей, мне было любопытно в них поиграть, но игра на этой консоли слишком тормознутая. Ее основной геймплей построен на езде в автомобилях, но из-за жестких проседов тачкой очень тяжело управлять геймплей, из-за этого слишком топорный. Игра кажется очень медленной. Это же касается почти всего остального списка. Некоторые игры вообще работают не пойми как. Вроде где-то и 60 кадров, а местами может и до 30 просесть. И это тут в порядке нормы. И ладно бы консоль стоила условно 5К, возможно на проседы еще как-то можно было бы закрыть глаза. Вот просто ради угара. Вспомните старый мобильный гейминг. Там же ведь тоже были 3D игры. У многих они работали в 10-15 кадров. Как говорится, ну играли же ведь и не жаловались. Но когда твои игры лагают на станции за 9000, и причем легальным путем ты их никак не сможешь сменить, это уже реально обидно. Но вот вторая проблема, о которой я вам сейчас расскажу, не иначе как свинством со стороны Sony, я простите не назову. Говорю сразу, я не решился проверять свой девайс на изъян, который на днях заметили игроки, ибо эту консоль возможно я буду либо на Авито продавать, либо может быть отдам кому-то, я еще не решил. Дело в том, что на днях выяснилось, что у консоли еще проблема с защитой от скачков напряжения. В коробке, так же как и у консоли от Nintendo, отсутствует адаптер. Там только шнур microUSB. Проблема в том, что в таком случае ваш олдскульный гейминг, он превращается в какую-то ебучую лотерею. Если вы подключаете консоль к адаптеру от какого-то левого производителя, у вас может тупо сгореть консоль. И я сейчас не шучу. У Виктора Карасева из канала Уютный Подвальчик, она вообще сгорела после того, как он подрубил ее к карте захвата. Я вообще охуел после такого номера. Знаете, это может звучать как шутка или как подстава, но мне незачем вам врать. И просто вот я только что записал в кадр, за кадр для этого ролика и подключил свою PlayStation Classic к устройству захвата через компьютер, чтобы записать геймплей. Я заранее прошу прощения, в этом ролике весь геймплей будет стыренный с интернета. Потому что произошло ровно то же самое, о чем я сейчас рассказывал, как и у Dreamcast Gaia. Причем я не подключал консоль в Nintendo Switch. Она вчера буквально замечательно работала. Я подключил ее к телевизору. Теперь я втыкаю питание в консоль. Ровно одну секунду она мигает красным огоньком. И ни хера не работает. Спасибо, Sony! Вы сделали просто охерительный девайс! Скажу честно, после такого я реально зассал подключать свою консоль к карте захвата. Потому аналогично все игровые вставки я тоже тырил с интернета. В моем же случае, если за консолью просто играть, у меня работало все хорошо. Адаптер я использовал от своего телефона. И в принципе у меня проблем с питанием не было. Но вы представьте себе такую ситуацию. Вы играете себе спокойно. Ничего не предвещает беды. И тут неожиданно хуякс у вас вырубают свет. Просто если от простого подключения к карте захвата консоль может надъебнуться, то если в доме отрубят электричество, то с вероятностью в 90% произойдет то же самое. Стоит ли эта консоль 9000 рублей? Несмотря на то, что я ее не покупал, досталась она мне в подарок, объективно могу сказать то, что цена у нее крайне спорная. С одной стороны, вещица-то прикольная. Несмотря на ее проседы, играть-то в теории можно, если привыкнуть. Но вот момент с энергопотреблением, он уже реально заставляет задуматься. Просто если с играми в будущем как-то можно будет еще выкрутиться путем какого-нибудь взлома, то если произойдет в квартире какой-нибудь скачок напряжения, это будет уже тупо кирпич. И ничего с этим вы уже не сделаете. Нет, про взлом консоли сейчас это были не двойные стандарты. Официально сейчас игры для PlayStation 1 не продаются. Потому самый объективный вариант это просто дождаться нормального взлома и загружать туда то, что вам приглянется. А так как при покупке оригинальной БУ-консоли многие ебутся с приводами, которые воспроизводят диски не с первой и не со второй попытки, такая консоль, она еще может быть весьма кстати. Но только не за 9000 рублей. Подождите лучше какой-нибудь скидки на нее. Возможно, появится вторая партия, которая будет уже с исправленным питанием. К тому моменту уже рабочий взлом подгонит. Не торопитесь с покупкой. Эх, впервые мне обидно за потраченные подписчикам деньги. Ой, как обидно.